Здравствуй, папка Барнаул! Здравствуй, мой сынок! Новая песня Виталия Гасаева, как аудио-экскурсия по топовым местам Барнаула. Текст написал его друг Новосибирец, когда переслушал рассказы Гасаева о родном городе. Виталий встретился с нами именно на сковородке, здесь давал первое интервью. В политехническом он учился, а там же играл в театр, с которым стал известным. КВН был потом, и будучи звездой, он Барнаул не покинул. Все люди, которые благодаря КВН сделали какую-то популярность, и все, кто там остались, они упредели. Ну, я не знаю, мне как-то совпало. Причем я кайфую здесь, мне здесь нравится. А «Железная леди» выступает в министерских кабинетах. Стелла Штань – представитель губернатора в ЗАГС-собрании. Она нас тоже привела к альмаматор – скверу у Алтгу. Поэтому вот он такой камерный, он такой вроде в центре Барнаула, но очень такой уютный. Поступая в университет не первый раз, второй, и была безумно счастлива, увидев в списке вот здесь на корпусе Димитрова свою фамилию, вот эта вот радость, вот этого ощущения причастности к какой-то новой жизни. Одно из лучших ее фото сделано тоже в сквере. Здесь Стелла закрыла сессию на «Отлично» и уезжала в стройотряд. Автор снимка – Андрей Каспришин, известный фотокорреспондент «Края». Получается, что фотографирует он Штань всю жизнь. А для Натальи Шибенковой, чемпионки СССР по Семиборью, знаковое место, конечно, стадион «Динамо». Здесь шлифовала свои навыки, пока на трибунах ее ждала маленькая дочь. Потом побеждала и мотивировала окружающих. И я бежала, как всегда, за бег 400 метров с мужчинами, обгоняла всех. И один, он мне потом впоследствии рассказывал, проиграть такой женщине можно было. Все знали, что член сборной Советского Союза, мастер спорта международного класса, уже там медали чемпионатов Европы и так далее. Но мужское самолюбие не позволяло. Он выложился, он там, я не знаю, какие свои резервы организм включил, но в итоге он меня обошел. А потом его, вот эта спортивная упертость помогла ему в дальнейшей карьере. Он добился много послужебной лестницы. Много лет является заместителем председателя Алтайского краевого совета «Динамо». И сейчас президент футбольного клуба «Динамо». Это Минин Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, с днем города. А мы поздравляем всех жителей города с днем рождения Барнаула. Желаем вам найти такие же примеры для подражания и вдохновения. И не забывать, Барнаул – столица мира. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.